всем привет привет меня зовут владимир а я оксана и вы смотрите наш общий канал о путешествиях за 1000 евро дорогие друзья и мы сегодня наше первое первое видео первая серия первая поездка из которой мы уже вернулись и прошлом году и нам уже надоело надоело рассказывать всем как нам было хорошо и и так далее и мы решили создать такой отдельный канал пропут про наши путешествия именно за 1000 евро и рассказать о об этих путешествиях почему мы так начали путешествовать где ночуем где едим хватали хватало ли нам еды и так далее прочее и тому подобное ну во первых скажу так что мы раньше тоже путешествовали и путешествовали мы как и все люди покупали билеты по дешевке где-то там в ренейр туры не покупали никогда мы сами составляли свои путешествия и летали там самолетами автобусами ездили и так далее в этот раз мы решили накопить определенную сумму денег вот сюда по 2 евро складывали а сейчас это уже на следующий поездку да и у нас вышло вот с Оксаной по 500 евро мы так ровно как-то собирали это не специально вышло вот так вот собиралась у нас получил получилось по 500 евро мы собрали 1000 евро в этих вот замечательных котиков наших и мы не знали сколько там какая сумма и в конце концов как когда их посчитали у нас получилось ну почти ровно там по моему на 10 или на 20 евро было больше там 1010 1010 евро мы насобирали то есть 1000 евро мы решили потратить на путешествие не больше не меньше и решили в этот раз мы ехать на машине путешествовать на машине и я думал даже что мы доедем до черногория вообще-то у нас был так такая у меня была черногория но потом решили до какой точки доедем и стратив эту сумму на ну мы не знали что такой спойлер сделаю на самом деле мы застряли в словении она очень красивая и прекрасная страна и мы просто поэтому до черногория не доехали да потому что нам очень много мест в словении мы посетили и они нам очень понравились и мы об этом ни о чем не жалеем это просто было удивительное путешествие и поэтому мы решили создать вот такой канал чтобы поделиться с каждым из вас чтобы вы посмотрели вместе с нами переживали это путешествие и сегодня вы посмотрите первую серию она немножко может быть покажется нудноватой но в ней основные наши мысли и мечты по этому путешествию мы как бы рассказываем да и каждый выпуск будет по дню вот день прошел да и мы постараемся каждый этот выпуск делать наши нато наше путешествие за этот день ну первые дни естественно затянутся потому что мы мы будем все снимали мы снимали все подряд потом потом и когда уже набирались этих впечатлений и нам уже было как бы не до съемок не до разговоров просто мы с открытыми глазами бегали в каждом городе начиная даже ну не буду спойлерить дорогие друзья сами увидите сами увидите поэтому подписывайтесь на канал жмите на колокольчик жмите на колокольчик обязательно чтоб не пропустить наши эти серии все скажу что только я не знаю сколько будет серий мы наше путешествие заняло 16 дней 16 дней 16 дней дорогие друзья две с половиной почти три недели мы были в пути и это было весело это было классно и все наши приключения вы увидите я не знаю будет ли 16 серия но возможно и меньше потому что в славении мы четыре дня просто у моря отдыхали там это просто было не до съемок просто было мы кайфовали там у этого моря загорали загорали и Оксана спала ну в общем хорошего вам просмотра здравствуйте дорогие друзья наконец-то момент настал и мы собрались в путешествие дорогие друзья вместе с Оксаной и путешествие непростое оно называется куда глаза глядят то есть и первый пункт нашего нашего путешествие литовский город Алитус и мы попробуем до него добраться на нашей машине как вы поняли уже мы путешествие будем путешествовать на машине я впервые в своей жизни мы вообще впервые сегодня мне исполнилось 52 года и я впервые в своей жизни и я думаю что Оксана тоже да Оксана да мы будем путешествовать на машине на машине как это будет мы постараемся все рассказать вам и и все показать начиная с сегодняшнего момента а на данный момент у нас 16 16 4 часа 16 минут и Оксана будет вести вести бортовой журнал потому что у нас не машина а яхта да и буду записывать и только что кстати только только что только что машина не заводилась я не знаю по какой причине не знаю но на пятый раз она завелась но мы все-таки едем все равно едем вот посмотрите много вещей дорогие друзья не бывает не бывает много вещей но все вещи не возьмешь ну вот сегодняшнее вот это вот пространство почему-то там свет горит включился сзади ну вот это вот пространство то что вы видите это пространство оно будет будет нашим домом ближайшие как минимум как минимум три недели это минимум три недели итак Оксана записывай 16 16 20 пишу да 16 нет пиши нормально 16 17 вот у нас показывают часы 16 17 где фокус вот фокус 16 17 мы выезжаем выезжаем так пиши выезжаем в путь вбивай Оксана наш город Алитус я пользуюсь Сиджик Травел таким приложением на телефоне вот все что он нам показывает 86 километров что ж дорогие друзья мы трогаемся 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 в путь ну с богом поехали дорога на Алитус прямо ну вот дорогие друзья мы проезжаем Алитус я не знаю проехать его мимо или как ищем красивое место где можно попить кофейку так дизель здесь почем у нас евро 17 евро 17 дизель на Несте знаково Вильнюсе что Вильнюсе что здесь ну вот мы в Польше вот дорогие друзья мы уже в Польше и чем отличается больше польские дороги от литовских дорог ну в принципе дороги ровные красивые гладенькие приятно ехать по ним но дороги узкие полосы очень узкие наша машина еле вмещается в полосу ну мне так кажется обратите внимание вот покажем полосу в Литве конечно полосы ну на метр какой шире и еще небольшие дорожные знаки тоже маленькие то есть в Литве знаки издалека видно они огромные здесь такие низенькие маленькие значочки проезжаем августов проезжаем мимо это первый город вот границы с Литвой сюда сюда приезжают люди затариваться по дешевке вот такой магазин местные супермаркеты это бетронка сейчас проезжаем как раз вот литовские номера везде на машинах литовские везде там номера стоят возле бетронка люди приехали сейчас закупятся и поедут домой довольные закупив польской продукции дешевой но нам польской продукции дешевой не нужно с мы едем направление направление Белосток да в Белосток а потом в Люблин но в Белостоке мы тоже не будем останавливаться до Люблина 3 часа а у нас сейчас 19.33 4 часа до Люблина 4 часа до 341 километр до Люблина трасса на Белосток она немного получше пошире вы видите уже широкая такая дорога как в Литве шершавенькая шершавенькая с шершом колес и мы поедем по ней неизвестно сколько мы поедем но трасса здесь хорошая нормально может сузится вот готические костелы в маленьких городках в Польске в Польше ловит Беларусь мы сейчас сейчас едем и слушаем радио Беларусь в Польске в bahczem в Беларусь из Германии летшем летшем хэш молб мы мы не ни мы 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 Жигаец. Под командным был. Вот такие костелы. Смотри, какая это. Ай, ага. Мельница. И костел. Поезжаем в Белосток. В нем тоже не будем останавливаться. Нам до Люблина осталось 253 километра. И в Люблине, вероятно, мы будем искать, где нам заночевать. Значит, наш путеводитель нам показывает, что мы будем примерно в 11 часов вечера в Люблине. Там стоянка в центре города до 5 часов вечера платная. Значит, после 5 бесплатная. Значит, мы где-нибудь пристроимся поближе к центру. Вот, и заночуем. Вы прямо ездили или нет? Православный. Хотя мы так вот ехали на Украину через этот мост. Доброе утро, друзья. Это наша первая ночь в машине. Смотрите, как мы спим. Как видите, довольно-таки много места. Мы вчера так слабо подготовили машину и как-то всунулись было. Мне было спать неудобно. И сначала было жарко. А потом холодно. А потом холодно. А потом холодно. Сегодня утром холодно. Мы остановились вчера за Бялостоком. Остановились на колонке. На бензоколонке. Называется Моя. Моя, да? Моя, да? Вот. Тут есть туалет. Душ. Все как положено. Бар. И мы решили... Мы приехали где-то... Во сколько? В десять или в одиннадцать? В десять. Да. В десять часов мы приехали вечером. И решили дальше не ехать. Нам осталось около двухсот километров до Люблина. И мы решили, что здесь хорошее место для ночевки. Сейчас я вам покажу вид. Какой здесь на поле. Вот в таком красивом месте мы остановились и ночевали. Вот здесь видите какой пейзаж. Вот единственный минус ночевки на колонке. Во-первых, постоянно едут... Приезжают машины. Но ночью было тихо. Я не мог уснуть. Оксана, конечно, уснула быстрее. Она у нас может стоя спать даже. Вот. А... Мне сначала было жарко. Мешали. Потом приезжали люди. Как я понял, здесь перегоняют на литовских номерах все машины были. И как я понял, что литовские машины покупают в Литве. И здесь как раз перевалочный пункт, получается, перегоняют их в Украину. Ну, так как я недавно был в Чернобыле, был в Украине, то пол Украины ездят на литовских номерах. И мы сегодня, вернее не сегодня, а вчера были свидетелями, что компании такие по четыре, по три машины перегоняли. Ну, и они говорили по-русски, конечно, самые шумные ребята, там мат-перемат и так далее. Вот это немножко мешало заснуть. Вот. Ну, где-то к ночи уже все успокоилось. Вот второе, что здесь грузовики ночуют еще на этой колонке. И, конечно, тоже утром они рано, там, часов, кто часов в пять, кто часов в шесть, кто там, не знаю, еще ночью, они начинают выезжать. И выезжают через нас тоже. Ну, представляете, грузовики, они заводятся в полной тишине и так далее. Угу. Вот. И это, что касается минусов на колоночке спать. Ну, в основном на шоссе, шоссе не очень слышно машину, как бы они проехали, такой шум довольно-таки получается такой фоновый, не мешает спать. Ну, вот те машины, которые приезжают именно на колонку, становятся рядом, заводятся там, и люди там смеются, хохочут, это, конечно, да. Ну, и вот сейчас утром мы проснулись, уже больше стало грузовиков выезжать. А так, в принципе, безопасно, очень хорошо здесь вот советую, на этой колоночке Моя за Белостоком. Если кто соберется ночевать в машине или кого-то застала дорога, вот как нас, мы ехали-ехали и решили, что мы не доезжаем до Люблина. И ночуем, вот здесь по дороге 2 часа, я уже думал не буду ездить, там искать, ничего. Мы здесь поужинали хорошо, вот приняли все процедуры, чистили зубы и так далее, очень здесь все хорошо. И сейчас мы вот встаем, завтракаем и едем смотреть Люблин, то есть это Люблин первая точка нашего путешествия, который мы будем снимать и рассказывать. Что ж, надеюсь, вам понравилось эта первая серия, хотя мне показалось, что она несколько нудноватая. Совсем нет. Нет? Ты думаешь, что она была информативная? Да, конечно. Ну, напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Но я вам обещаю, что следующие серии будут все более-более интересными, такими же, как и наше было путешествие. С каждым днем мы все более и более удивлялись местам, нашим посещенным местам, посещенным городам. И особенно нас удивила природа и города Словении. Так что ждите наших следующих выпусков. Вторая серия будет про замечательный город Люблин уже скоро. Подписывайтесь, жмите колокольчик. Что еще делать надо? Все, лайки ставить. Правильно. И ставьте еще лайки. До следующей серии. Все, пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!